наш стенд наработал порядка 52 часов работы это примерно равняется 12 тонн меда вот такой вот табель мы ведем как мы видим с 25 0 3 по 1 0 4 у нас получилось 52 часа непрерывной работы 52 часа мы пересчитываем 5 минут цикл откачки это 624 цикла если брать медагонку 4 рамочную додановскую то это за один цикл порядка 20 килограмм меда 624 цикла умножаем на 20 грамм равно 12 тонн 480 килограмм плюсикам округляем 12 тонн нагрузку мы держим стабильно пределах 4 ампер давайте посмотрим как себя ведет ремень вот кстати песок наш видите он за это время полностью высох мы его мы и море это отрегулировали постоянную нагрузку то есть подсыпая либо убираем мы можем регулировать нагрузку на вал на редуктором так поднимем крышку как мы видим за это время наш ремень дал вот такую вот стружку резиновая пыль так сказать состояние шкива начал блестеть давайте нажмем паузу так смотрите вот видите такая вот мелкая пыль шкив на двигателе у нас металлический был окрашен черной краской вот так он сейчас блестит сам профиль ремня как бы особо не нарушен состояние у него хорошее я бы сказал видимо стружка сыпется все-таки с торца ремня после окончания теста мы планируем планируем порядка 24 тонн выкачать на этом ремне покажем вам снимем ремень покажем его состояние более детально торцы профиль и так далее вот нагрузка в 4 ампера взята с запасом двойным вот так как если брать медогонку допустим четырех рамочная у нас есть да то с полными рамками она потребляет не более 2 ампер поэтому как бы 4 ампера это у нас такая вот двойная двойной запас чтобы гарантированно проверить весь этот наш узел редуктор максимальной нагрузки вот такой вот стенд мы соорудили будем с вами дальше будем показывать состояние этого редуктора по истечению как минимум 100 часов наработки в процессе эксплуатации образовалась вот такая вот слабинка ремня на мой взгляд необходимо произвести натяжку вернуть ремень к заводским установкам чем мы с вами сейчас и займемся того чтобы произвести натяжку ремня необходимо отпустить четыре гайки крепления обоима подшипника после чего потянув шкив снова их зафиксировать с фабрики все болтовые соединения фиксируются краской от произвольного откручивания в процессе работы рекомендуем после подтяжки ремня также выполнить фиксацию краской натянутый ремень не должен иметь провисаний также необходимо исключить его избыточное натяжение это может привести к выходу строя двигателя или подшипников редуктора напоминаем вам что замену или натяжку приводного ремня вы всегда можете выполнить в нашем сервисном центре